Последнее время, знаете, очень непопулярно в общинах либо в церквях говорить о той теме, о которой я буду говорить. Тема поведения верующего человека, мораль и поведение, в которой будут связаны вопросы любви. Что такое любовь, с чем мы ее едим, как мы на нее реагируем, что вообще происходит с нашей любви, понятием этим. Статистика говорит о том, что 90% молодежи узнают о своих чувствах и о своей любви, как ее регулировать, что с ней говорить, и всю информацию о любви, об отношениях и поведении на улице. Примерно 8% они узнают это в школе, какие-то там есть классы были раньше, этика, да, такая была, хороший такой, хороший урок. И примерно 2% они могут узнать это от родителей. Поэтому и 0% они узнают это в общинах либо церквях, которые посещают. Так как все, что они знают, что нужно любить, а любить как? Не знают, а если любят, то не знают с кем, что, откуда, почему. Поэтому наш урок будет именно таким образом связан. Мы будем разбираться этики. Этика верующего человека. Мы должны, на самом деле, научиться любить. Бог есть любовь, да? Мы говорим, Бог есть любовь. Но когда мы говорим это, мы не понимаем, о чем Он говорит и что это такое. Давайте разберемся, что такое любовь. Вот каждого задайте вопрос, что такое любовь? Чувство. Правильно. Любовь – это чувство. Эти чувства, они приобретаемы. Родившись в этот мир, вы не получаете сразу эту любовь. Любовь, она приобретаема. Любовь – это не просто чувство, это опыт, приобретенный со временем твоего возрастания. Бог создал человека по образу, подобию своему. Правда? И как вы сегодня заметили некоторые люди, и создадим, сотворим. То есть, сотворим – это множество число. Человека по образу нашему, по подобию нашему. И если Бог есть любовь, Бог тогда вложил часть любви внутри нас. Правда? Способность любить. Способность любить. Но интересно, чувство, с которым мы прикасаемся, или мы имеем желание, расходится в двух вещах. Мы хотим, чтобы нас любили, и любить кого-то. Вы понимаете, да? Третьего не дано. Мы всегда хотим, чтобы нас любили, и чтобы мы кого-то любили. Если такие вещи, которые, чувства, которые мы развиваем, не направлены в правильное развитие, тогда у нас есть желание эти чувства любви извратить и исполнить своими личными потребностями, желаниями. И они чаще всего извращенные. Поэтому очень часто, вы заметите, в Ветхом Завете Бог усматривает некоторые вещи. Поведение мужчины и женщины, поведение общества, подростков, поведение молодежи, девиц, юношей. Бог усматривает поведение, которое нужно правильно направить. Поэтому правильное поведение должно быть научено. То есть мы должны будем изучать. И чаще всего мы это не хотим. Я честно говорю, что большинство сегодняшней молодежи информацию черпает из интернета. И это очень серьезная часть. Серьезно, потому что на интернете ничего хорошего не найдете. Похоть в флоте, похоть очей и гордость житейская. Это качество, которое сегодня пропагандируется по интернету, в книгах. И что интересно, в постсоветском пространстве, если вы помните, как только открылась возможность печатания, каких только книг не было, каких только журналов не было. Как говорится, в Советском Союзе не было секса. Не говорили об этих чувствах. А когда Советский Союз распался, то уже не говорят нормальным вопросами. Все, что привлеклось, это извращение, на чем можно было делать деньги. В этом мире существует три типа любви. То есть мы не говорим сейчас о Божьей любви. Мы не говорим о любви Писания. Мы говорим о любви, которая существует в этом мире. Первое – это любовь. Я назвал ее «если». Любовь, которая называется «если». Три типа любви. «Если». Это любовь, которая основана над чем-то. Которая построена… Если он будет вот таким условием для каждого человека. Есть такое выражение, говорит, «любовь без условий», да? Но на самом деле, любовь, которая в этом мире, она говорит, «если он» будет одно или другое, «если она». То есть всевозможные ниточки, которые привязаны, которые можно манипулировать. Это любовь, которая имеет состояние, можно сказать, требований, особенные какие-то условия. Я называю это любовь «если». Какая же цель такой любви? Как вы думаете? Потребленческая. Что-то иметь. А норма в этом мире – это нормально. А, как говорят, знаете, «свои к своим». Богатые женятся с богатыми, бедными, как бы пытаются жениться с богатыми, не получается уже с кем попало. Вопросы такие. И на самом деле с условиями. Если вы возьмете брачный контракт, который туба, там есть условия, что ты должен это одно и другое. И если это не происходит, ты должен его разделить. То есть есть нити, которые тебя удерживают. С одной стороны, как бы по-мирски, это качество любви нормально. Да, вот как бы, если ты будешь хорошо зарабатывать, мы женимся. Если ты будешь хорошо, там, устраивать дом и бизнес, мы будем любиться. То есть, как бы, да, когда есть квартира, то есть условия какие-то. И по местам, местописания можно сказать, что есть такие некоторые условия, да, что, например, наследство, которое мы имеем, мы должны передать своим детям. И если мы передаем это детям, то вариант такой, что люди женятся на наследствах. Но это уже не есть любовь, которую Бог изначально имел и вложил в человека. Человек сам ставит эти условия, условия собственной безопасности, и эта любовь становится эгоистичной. То есть, получить что-либо, я называю это дешевой любовью, она многого не стоит. Стоит только поставить условия. Как вы думаете, если брак устроен на такой любви? Не поддерживается, да? Это может быть даже неоправданное ожидание. Смотрите, богатые люди беднеют. Люди попадают в аварию, всевозможные ситуации. Бывает все в мире происходящее, что может повлечь за собой испытание любви, такой любви. Если любовь, которая устроена таким на «если» или какими-то условиями, эти условия могут быть не исполнены. И если они не исполнены, тогда такой брак, он может быть разрушен. На чем, например, как можно проверить, вот такой брак состоит, на каких условиях? Например, если жена ожидает особенные подарки, либо муж на какие-то особенные праздники, если подарок по какой-то причине не был дан, то будет скандал или не будет? Вы понимаете, да? Конечно, я вот вижу, что реакция адекватная такая. Конечно, будет. Но на самом деле, на самом деле, любовь, которая от Бога, она дает, то есть она выражает. То есть если мы, как мужья, хотим выразить свою любовь, мы приносим подарки и так далее. Но это не обязанность, которая от нас дает Писание. Лучше всего, говорит, когда идешь к жене, не говорится, бери подарок. Да? Когда идешь... Понятно, не написано, что когда ты идешь к жене, возьми подарок, вдруг она тебя не захочет видеть. Этот вариант может прокатиться, и ты сможешь по-нормальному иметь отношения с женой. Нет. Чаще всего, говорит, когда ты идешь к пророку или к царю, не забудь подарок свой. К жене идут другие со всеми отношения. Поэтому то, что мы имеем, условия, они не способны будут дать нам гармонию любви. Там второй царств говорит в некоторых вещах о такой любви, которая... Ты мне, я тебе. Да, да. Вторая любовь. Это... Потому что. Любовь, которая говорит, потому. Потому что. Не хочу. Потому что. Почему ты за него вышла замуж? Потому что он пастор, например, да? Почему ты за него вышла замуж? Потому что он богатый. Потому что он популярен. Вы понимаете, да? И на самом деле сегодня имеем проблему даже в христианском мире. Сестры или даже братья, они ищут себе жен по каким-то критериям весьма духовными. Попадают в сети из-за велик очень быстро. Вы понимаете, да? Либо Ахава. Но реальность какова? После чего, как ты спрашиваешь, а почему ты женился? Что случилось? Или, да вот, я думал, что она вот такая красавица. Почему ты женился? Потому что это модель. А через 20 лет уже, ой, боже мой, что случилось? Да? Не потому, что есть любовь. Основание брака есть что? Любовь. Будет у вас брак что? Он будет без порока. Чтобы он был без каких-то особенных условий. Основание брака всегда есть любовь. Вот такая часть любви, она выражает качество человека. Вот почему. Я женился на ней, потому что. То есть, это сопряжено с какими-то качествами любви. То есть, любовь почему сопряжена с каким-то качеством. Она там имеет какие-то рост, какие-то волосы, качества. Или он богатый, бедный, нищий. Или же литератор, физик, химик. То есть, не связано это с теми чувствами, которые Бог вложил в нас. Это любовь, как говорится, встречаем по одежке. Провожаем по уму. Женился по внешности или по какому-то качеству. А потом с этим страдаешь. Очень часто женщины страдают по той причине, что они именно за этим качеством и двигаются. Кто он, что он. То есть, внешность. И большинство приходит из-за очарований, потому что за внешностью или же за личностью всегда стоят проблемы, которые у каждого человека существуют. Невидимые проблемы. Например, может быть, многие скажут, О, Ребе, или там моей жене, скажут, Ты счастливая. Сейчас я говорю, ты счастливая, у тебя такой муж, такой все. Она говорит, вы сами не знаете, что вы говорите. То есть, как бы, муж, муж-то муж. И, может быть, кому-то нравится, как поведаешь, как пастор, как служитель и так далее. Но за этим мужем есть еще работа жены. Знаете, такой есть момент, когда некоторые жены, например, они сами вот хотели бы что-то сделать по-другому совсем. Например, я не люблю мыть посуду. То есть, я не при этих вещах. А другие сестры, где мужичок, чтобы помыть посуду? Посудомойку не надо. И, с одной стороны, некоторые скажут, О, такой вот муж, все остальное. Но, а с другой стороны, есть те невидимые проблемы, с которыми сталкиваются после, так сказать, брака. После того, как мы создали семью. Ведь состояние, на самом деле, реально. Мы сначала любим, как по каким-то критериям, А потом приходит к нам реальность. Медовый месяц проходит, да? И все. Это как, знаете, я же вам скажу для анекдотов, для истории, рассказа. Говорит, вот уже прошла свадьба, золотая свадьба, юбилей огромный, собрались друзья, близкие родственники. И один другому говорит, слушай, у Семы такой насыщенный брак, такие отношения. Слушай, это вообще, такого человека вообще как-то найти. А Сара, они никогда не ругали. Ты когда-нибудь слышал, что они ругались? Говорит, давай спросим, что это? Сема, скажи, за 50 лет совместной жизни тебя с Сарой, мы никогда не слышали, чтобы ты ругался. Ты всегда такой хороший. Какие отношения у вас? Говорит, скажи, поделись секретом ваших отношений. Что случилось? Как это было? Очень просто. Когда мы влюбились, потом у нас была хупа. После хупы мы поехали на Гавайи, а там был медовый месяц. Очень все было хорошо. Мы решили покататься на лошадках по берегу. Когда мы расплатили все, поехали на лошадки, вдруг лошадь моей жены остановилась. Сара слезла с седла и говорит, итак, это номер один. Все на лошадь дачи поехали вдоль побережья, прыгали минут 15, опять лошадь остановилась. Она слезла спокойно с лошади и говорит, это номер два. Павхатасыч немного уже через перевал проехали, вдруг лошадь опять ее остановилась. Она подходит к морде, к лошади, говорит, это номер три. После чего, говорит, мы поехали дальше, не доезжая до ворот той компании, где мы арендовали лошадей, вдруг лошадь опять остановилась. Сара слезает с лошади, вытаскивает свой револьвер. Ба-бах, лошадь упала. Я кричу, Сара, что ты сделал? Столько денег. Это же не просто медовая вещь. И ты по торе, говорит, отношение к животным нужно правильно, она подходит, говорит, Сема, это номер один. Я думаю, это как раз подходит к этому уроку, потому что отношения должны быть правильные, правильно? Вот есть условия, с которыми мы живем. За каждой личностью есть те невидимые моменты, где любовь покрывает. Потому что написано, любовь покрывает что? Множество греха, но проблем. Не слово грехов, а преступления, может быть. И нужно уметь носить. Но это любовь, о чем я говорю. Потому что это любовь этого мира. Люди выбираются из спутников жизни по причине какой-то внешности. Дальше. Есть любовь, которая называется «несмотря ни на что». Третья. Несмотря ни на что. То есть, это любовь, которая... не зависит от чего-либо. То есть, ни каких-то условий, ни каких-то внешностей. Это любовь, которая не ожидает взамен ничего. Это любовь, которая не ожидает каких-то особенных качеств в человеке. Замечали таких людей, да? Тоже. Несмотря на то, что верующие или неверующие. Чаще всего это у верующих людей проявляется. Говорит, вот, чего ты хочешь жениться на этой сестре? Говорит, ну, ведь... У кого-то последний шанс. А у других, ну, говорит, главное, чтобы душа была красивая. Ну, пою, да? Эта любовь не смотрит на внешность. То есть, страшный человек, не страшный человек. На внешность не смотрит. На ошибки, которые человек создал. Тех преступлений, которые он сотворил. У нас есть такой, как бы, пример. Саша знает эту... Она, наверное, не знает эту девушку, которая однажды вышла замуж за парня. И эта история была очень громкая в Киеве. Когда семья постилась долгое время. И все дети умерли. Вы знаете, да? А муж потом замерз. Где-то, кто знает, где сбежал. Но он, как бы, сам, он заставлял всю семью пойти это дело. Она еле выжила. Замуж. Вернее, отсидела здесь, в 51-й колонии, в Одессе. Но, когда он, будучи еще в колонии, один брат верующий, то есть самое, женился на ней. И сегодня у них ребенок. И это любовь, вот это, как бы, она не слепая любовь. Это любовь, несмотря ни на что. То есть, выход. Может быть, там будет проблема. Может... Но я просто говорю, что... Я говорю о том, что существует, происходящее в таких вещах. Некоторые, может быть, и жадятся бы по этой причине, что как-то прославился человек. Но при всем этом, несмотря ни на что. Это похоже на ту Божью любовь, которую Бог явил человеку. Несмотря ни на что, Бог явил себя миру. Несмотря ни на что, несмотря на наши преступления и ситуации, Бог возлюбил всех нас. Это, как можно сказать, то Агапы. Но мы к этому еще вернемся. Мы видим это в Писании. Иосиф, несмотря на то, что сделали его братья, что он простил их. Ишуа, несмотря на то, что с ним происходило, он что? Простил. Что еще? Павел делает такую вещь. Римлянам, кажется, там есть... Он пишет, что я готов пойти в ад ради моего народа. То есть, евреев, да? Какая-то 9 глава пишет об этом. На самом деле, человеческая любовь построена от такого слова benefit. что может иметь? Да. Ну, так же, от потребностей, на самом деле, выгоды. Человеческая любовь построена на выгоде. Я скажу так, что на самом деле это так. Человеческая любовь построена на выгоде. Когда выгоды невозможно получить, человек разочаровывается. Настоящая же любовь, она не разочаровывает. Она проходит, даже когда невозможно получить что-либо от другого человека. Настоящая любовь не может умереть. Песня песней. Никто не может что? Затушить любви. Ни воды. Ничто не может затушить любви Божией. Основание любви, которая должна быть по Писанию, мы считаем, происходит от даяния, не потребления. Даяние. Вы знаете, любовь, она не имеет границ. Знаете, такое выражение. Любви все возрасты покорны. То есть, у любви нет времени. Наталка у меня такие тоже анекдот такой небольшой. Я рассказал это у Саши на свадьбе. Когда Бог сотворил всю вселенную и все, что на земле. Создал человека, Адама. Сказал Адаму, чтобы он владычествовал. И всех зверей привел. Он назвал каждого зверя по его имени. У Адама была особенная способность. Он мог разваривать с творением. И после всего он был очень поукраски. Сумный, сумный. Весь грустный, что невозможно, что не было у него помощника. И Господь жалился над ним и говорит, Адама, ничего страшного, сейчас спокойно. сейчас ты заснешь и встанешь, сейчас будет все по-другому. И вдруг в глазах Адама произошел ужас. Он говорит, сынок, что случилось? Говорит, ничего страшного, не бойся. Все будет хорошо. Адам ответ, что у меня чувства такие плохие. Причувствие такое плохое. Да. Понимаете, да? Что там может быть? Ведь на самом деле любовь, она не имеет времени. Она готова ждать. Мы знаем таких много романов, да, где из-за любви мадамы шли в Сибирь, ждали своих близких, родных. Но даже и в этом самом послании к евреям говорили, что жены получали своих мужей, да, ожидали, ожидали и получали. Любовь, она не имеет времени, она будет ждать, она не заканчивается. Аминь, аминь. Это как ностальгия о чем-то. Ждать надежда. Вопросы какие-то есть у вас? Давайте. если Божья любовь безусловна по отношению к человеку, то почему Бог уничтожил потопом поколение Ноя? Мы будем говорить о том, что Бог смотрел на всю землю, если мы так возьмем, да, его любовь именно заключилась в том, что он спас Ноя. Но это не по любви по отношению ко всем, кто умер. Ведь он мог бы подождать по факту и подождать столько, сколько угодно. У него времени много. В общем-то. Если Божьей любви нет условий, то почему приходит Божий суд? Ну, можно сказать, это и есть любовь Божья в условиях таких, как Божьих условиях. Смотрите, мы любим своих детей, но при всем этом мы и применяем дисциплину к ним ради чего-то. Ради чего? И поэтому Писание говорит, что он наказывает всякого сына, которого что? Любит. Если Бог проявляя к миру свою любовь тем, что давал жизнь и время исправления, и народ развертился, и он начал строить себе башню, имя, то есть и Боговый, что я не отдам никому свои сладости. Они хотели построить себе имя, имя, которое будет выше чего? Бога. То есть они достигнут своих вещей. И Писание говорит о том, что Бог отдал их превратному уму. Они развратились в своем уме, не ища Бога. И наверное, это послужило тем, чтобы спасти праведника, который искал Бога. Если зачастую плохие сообщества, что развращают добрые нравы, и Бог желая спасти человечество и привести их наверное к Голгофскому кресту, чтобы там была явная любовь, Он уничтожает мир, давая шанс другим людям. Если посмотреть, то получается, что все же Божья любовь, она имеет конец определенный, потому что по отношению к Ною, да, это проявление милости и любви, но по отношению к этим людям, в принципе, когда говорится безусловная любовь, это значит, что бы ты ни творил, тебя любят до конца. Даже ты можешь там совратиться, ну вот как времена Ноя, да, они могли вообще уйти в самый ужас. По идее, долго терпит и так далее, и так далее, то есть покрывает больше, 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 и не уничтожает, потому что наказывает, это не уничтожает всякого сына. Согласен, согласен. Есть момент, где покаяние, оно из интересных вещей. Ишуа спустился в ад, да, и проповедовал людям, которые жили когда? Тогда, во времена Ноя. Очень интересно, но я думаю, что проповедовал всем до закона. и момент здесь очень интересный, почему? Потому что обещание Мессии было дано еще до потопа, да, об искуплении. И это искупление должно было привести человека, ну, вот, в вере. Я думаю, что Ишуа, спустившись в ад, проповедовал людям до потопа, чтобы была надежда у них спасения. следующее, до писания там говорит о том, что до ревности любит, ревности, она привыкая, ну, примекая к тому, чтобы сделать какой-то отрезок, отрезок пути для человека. И тогда зачем можно было говорить, что Бог ограничил человека жизнью, непослушание, правильно, законом ограничил человека жизнью. Адам должен был жить вечно, а стал жить, дня не дожил, то есть 960 летом с лишним, 930 лет, 80-70 лет не дожил, а потом еще меньше люди стали жить. мы понимаем, что все равно она ограниченная была, это любовь, или я не прав, и только безграничная эта любовь является вешуа мессия, где мы будем жить вечно, те, кто приняты, это взаимная любовь, несмотря на то, что мы делаем, Бог явил свою любовь в своем сцене, и как Галатам 4,4, до определенного времени, говорит, когда пришла полнота времени, когда полнота чаша, беззаконие, может быть, отношение к Богу, она превысила, Бог послал именно в то время, в то особенное время своего сына это проявление любви, и спасение, как было дано, реально для каждого человека, кто будет исповедовать, даже те, кто погиб во времена Ноя, но я не знаю, сколько человек там было, много, наверное, много, строить башню была довольно серьезная вещь. Мне кажется, что Божья любовь отличается даже вот от этого вида любви, несмотря ни на что, своей целью, то есть, несмотря ни на что, в человеческом понимании, все равно где-то как-то преследуются какие-то свои мотивы, может, неосознанно человеком. А у Бога есть цель для человечества, довести человечество до совершенства, до полноты возраста мессии. И мне кажется, что вот эта безусловность любви где-то как-то оговаривается именно в целях. То есть, если человечество начинает где-то как-то отклоняться от этой цели, то приходит Божий суд, приходит наказание, наказание к исправлению. И если посмотреть на это глобально, скажем, вот в масштабах всей истории, то человечество прошло через водный потоп. Ну, человечество проходит через Божьи суды. Отдельных личностей это уже, скажем так, ну... О неограниченной любви Божьей, да, вот, она, границ она не имеет. То есть, не до вечности, конечно, будет гневаться Господь. То есть, не всегда будет он гневаться, то есть, он проявит свою милость. И любовь явил к Израилю, например, спасая его, даже при всем, как был уничтожаем, остаток был всегда спасен. Любовь, возлюбил ли Бог Израиль? Конечно, возлюбил, но их дела отвращали его от Бога. Поэтому, чаще всего, поступки людей отрезают или навлекают на себя гнев. Не Господин, а вот поступков. Если, например, если ты думаешь, что ты будешь вечно жить, как бы, человек это желает по плоти и залезть в трансформаторную будку, то вечно будут твое садо, и весь прах останется там. То есть, понимаете, да, есть моменты, где есть границы, которые Бог устроил. Устроил границы отношений. Бог устроил те моменты, где законом поставленное? Его условия. Его любовь, его любовь, она, она тоже условна. Бог говорит так, если, безусловно, то есть, он принимает каждого, каждого грешника, но при всем этом условно тем, что, если она, безусловно, не нужно было послать еще мессия умирать. У него условия были, условия любви всегда существуют. Понимаете, да, я хочу сказать, когда мы говорим безусловно любви, то есть, мы приведем как Агапе, это означающее взаимной любви. Взаимная. Невозможно иметь другого подхода. Когда мы понимаем о том, что Бог взаимно нас любит, Он первый возлюбил нас, это 1 Яна, да, 4, 19, где Он первый возлюбил нас. Когда понимают, что Он первый возлюбил нас, то ответ на реакцию должна быть тоже быть на этот момент. Я думаю, что вот таким человеком был Ной. Его праведность не говорила просто о делах, а показывала его любовь к Богу. Остальные же не пытались даже реагировать на это все. Они хотели построить себе имя. имя, мы знаем первую грех, который был вообще произведен кем? Люцифером. Это нежелание быть в любви Божьей. Просто-напросто. Он хотел построить себе имя. Поставить свой престол среди других богов. Зикилик мы читаем это. Исайя мы читаем об этом. Моменты очень важны, что превозношение. Человек хотел построить себе имя, то есть превозвышить. И Бог не терпит этого. Значит любовь она имеет границы. У нас по-человечески наши дети могут нас унижать по-разному. Есть разные отношения. Есть родители которые не ставят своих родителей ни в чем. Ни в чем они не ставят их. И поэтому есть проблемы. Но здесь именно в первой любви Божьей, в безграничной любви Он есть любовь и Он ставит эту меру. Если зло которое поднимается в людях оно не может быть сломлено иначе как через любовь которую Бог проявляет если помните момент коринфянам говорит о том дисциплине если нет покаяния то предать тело вознеможение кому сатане чтобы что душа была спасена есть это проявление любви или не проявление любви а ну понимаете да то есть момент это произведение любви то есть мы сами наказываем себя человек произведя приступая заветы Божьи сам себя наказывает условия закона он поставил закон гравитации это не значит что его любовь не имеет границы любовь моя ограничена ходи по земле нормально помни что ты можешь приземлиться да если ты строишь балкон построить этот балкон таким образом чтобы никто не упал потому что закон гравитации он остается гравитацией это любовь явно для всех людей чтобы все было нормально чтобы корабли плавали самолеты приземлялись человек ходил по земле поэтому существует закон гравитации это проявление любви божьей или нет иначе бы все было бы так что съел то вышло как в космосе было бы сложно покакал и все к соседу пошло бы понимаете этот момент очень важный что есть любовь она если она и безгранична то есть она не имеет страдания вот бог смотрит на человека он знает что человек пьет кури и так далее и так далее что он не не всегда гнева это что проявляется любовь но и в этом есть законы например можно так сказать если я ответил на вопрос более-менее можно ли рассматривать времена потопа как бы эта форма была проклятия человечества за их поведение не просто проявление любви вы сами все отвечаете так знаете есть вопросы как не думаете ли вы что-то самое когда проклятие сам отвечаешь на эти вопросы многие рассматривают как был поставлен вопрос многие рассматривают что-то была проявлена не любовь а как бы если читать писание в конце где бог сожалел о том что он сделал Там было конкретно сказано о том, что была форма проклятия. И как за какие-то поступки. Там нет такого в Писании, не сказано, что, допустим, из-за того, что я перестал любить, или из-за того, что моя любовь ограничена, я тебя наказываю за то, что ты тебя потопил. Вопрос Саша задал очень просто. Если Агапа, Бог же, любовь, она не имеет границ, и она, безусловно, она все воспринимает, и так далее, терпит, и долго терпит, и все, как бы, то не мог ли Бог потерпеть времена Ноя немножко еще? Согласен. А как тогда рассматривать границы понимания проклятия? Оно уже было тогда, на тот момент. Смотрите, смотрите. Некоторые даже любят его. Все, нет, все, в принципе, правильно я сказал, все упорядочено. Я вам расскажу историю, я вам расскажу историю. У нас есть друзья, которых мы очень, как бы, дружили, ну, и дружим, можем говорить так, серьезно. Они те, кто помогли нам понимать вопрос даяния. И однажды я приехал к ним в Голландию, и вдруг я узнаю, что эта женщина попала в один раз в психушку. Я говорю, в чем проблема? Дети, конечно, перестали ходить в церковь, да, ходить в церковь, и в этот момент я спрашиваю, почему? Что случилось? Ну, потому что с ней были проблемы. Какие? Один раз она смотрела мультик «Красавица-чудовище», да, и в этот момент у нее проявляется, как бы, такое видение о том, что красавица полюбила чудовище, а чудовище похоже на демонов, да. И вдруг у нее проявляется чувство любви и сострадания, да, к Люцифору. И она говорит, если кто-то его возлюбит, и кто-то будет его любить, то есть, с бессомненной любовью, то Бог его помилует. И вот на этой части, как бы, она начала вещи делать такие. Она начала делать правильные христианские вещи. А она, например, собрала там 20 бездомных, поселила на одну ночь в самом лучшем, лучшей гостинице Амстердама. Заплатила за них там за одну ночь, что получилось там, что-то около двух или трех тысяч евро с полным пансионом, там, и так далее. Конечно, на нее посмотрели, как бы, глупо. И она говорит, что нужно проявлять свою любовь, то есть, и она, значит, пыталась это сделать. И я понимаю, что у человека произошел стресс какой-то. Поэтому, когда мы говорим о любви, да, то есть, есть любовь, но есть субординация. Например, мы понимаем, что мы не можем просто-напросто делать духовную брань. Хотя нам дана власть, мы не способны это делать. Просто направо-налево раскидывать. Иначе, как Писание говорит о том, что даже Ахагел Михаил, да, не произносил судного слова «время суда». То есть, он не делал вещи, которые не нужны. А мы иногда, мы делаем то, что не нужно. Мы считаем, что мы способны, но Писание говорит, что мы не должны это делать. Есть субординация, как бы, этика, этика поведения, даже при властях, даже при этих духовных властях. Если это не дано, оно не дано. И мы вернемся к этому буквально через несколько минут.